ПЕСНЯ 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 Так вот за секунду Наступает тихо Ветер лучше слушай Он такой крутой Для звездка времени Если остановишь Ты его подвигать Не забудь меня У тебя забава Отрам взял заблеву Заказарвалась Ты меня убил У тебя заблеву Заказарвалась Запасленная Россия Здравствуйте С вами я Михаил Гожихов и мы продолжаем рассказ о народах России Сегодня мы снова говорим об ижорцах. Этот народ выделили в особую этническую группу русские ученые. Они же зафиксировали основной ареал их расселения. Ижорцы все на руках со слабой примесью монголоидности. По описаниям, среди ижорцев много о светловолосах и светлоглазах. У мужчин сильно развита борода. Средний рост 164-167 сантиметров. Характер ижорцев заметно отличался от соседних народов. В 18 веке один из путешественников писал, примечается у них лукавство о великом почтении. Они проворные и гибкие. Вместе с тем, в характере нет злобы и праздности. Напротив, ижорцы трудолюбивы и соблюдают чистоту. Главным их занятием на протяжении столетий было рыболовство. Даже большую часть 20 века промысел корюшки и салаки все еще оставался основным. Любопытны свадебные обряды ижорцев. Жених сам без помощи родителей выбрал себе невесту. За свадебный стол садились все, кроме невесты, которая не сидела, а стояла и кланялась на обе стороны, приглашая гостей к угощению. После свадьбы молодая обрел волосы на голове и отращивала вновь косы только после рождения первого ребенка. Удивительно, что этот небольшой по численности народ сохранил в своей памяти общий с карилами и финами эпоскалевала, отдельной части которого оказались известны только ижорцам. Еще в начале 20 века исследователи отмечали плохое знание ижорцев русского языка. Теперь ситуация другая. Большинство ижорцев, увы, не знают родного языка. В 2009 году ЮНЕСКО включило ижорский в атлас исчезающих языков мира. Для сохранения культурного наследия народа создан краеведческий музей в деревне Вестина. А в деревне Горки есть фольклорный ансамбль Шу-лау-лау-ла, исполняющий песни и частушки на ижорском языке. Любой желающий, в принципе, может их понять. В интернете есть даже самоучитель ижорского языка. С вами был Михаил Кожухов. На следующей неделе мы поговорим о саамах. Спорт сборная России. Отдельное спасибо автору и сценаристу программы историку Сергею Цветкову. Хочуу Спасибо. Спасибо. Спасибо.